С каменного века люди понимали, что приближаться с копьем к опасному зверю или врагу сопряжено с большим риском для здоровья. Ведь на твой удар ты получишь вполне конкретную обратку. Со временем люди поняли, что лучше взять несколько дротиков и метать их на расстоянии. Когда противник получит ранение, приблизиться и добить его. А если что-то пойдет не так, то имеющаяся дистанция поможет тебе убежать. Метать дротики у врага хорошо, если у него нет тоже дротиков. А вот если противник вооружен так же, как и ты, то это большая проблема. Со временем появляются копьеметалки, называемые учеными Атлатвы. Они были как в Евразии, так и на американском континенте. Это оружие позволяет метать дротики вдвое дальше, чем обычный кистевой бросок. С потеплением климата и завершением ледникового периода появляются луки. Новое слово в военной технике. И начинается гонка вооружения по изготовлению наиболее дальнобойных луков, позволяющих вести стрельбу на большие дистанции. При этом от дротиков люди не отказываются, так как у стрел и дротиков есть свои плюсы и минусы. Развитие военной мысли резко изменилось с появлением одомашенных животных, таких как ослы. В древней Месопотамии, известной многим как современный Ирак, жили шумеры. Они создали очень развитую культуру и военное дело к середине третьего тысячелетия до нашей эры. Примерно к 2400 году до нашей эры шумерам прошла мысль сделать боевую повозку или колесницу. В нее впрягали четырех ослов, анаграф. Колесница выглядела массивной. Четыре колеса были цельнодеревянными. Максимальная скорость современных образцов, созданных реконструкторами, составляет 25 км в час, что немногим быстрее бега человека. Несмотря на довольно скромные скоростные характеристики, все города-государства Месопотами имели свой парк боевых ослиных колесниц. Через какое-то время появляются колесницы с одной парой колес и одним воином, управляющим ею. Довольно интересная конструкция. У народа моря, полисед, были вот такие колесницы. Хотя тут можно спорить и говорить, что это просто повозка с быками, а не боевое оружие. В России, в Савропольском крае, найдены повозки, которые являются переходными от телеги к боевой колеснице. Их можно было применять в бою, а можно было и грузу возить. Их датируют примерно 2000 годом до нашей эры. На реконструкции показано, как ими пользовались в битвах. Обратите внимание, что используются уже кони. В бронзовом веке кони не были крупными. Их размер немногим превосходил современных пони. Wargame Rus Не будем копать, когда и у кого появились первые колесницы. Постепенно многие народы Евразии обзавелись своими колесничными войсками. В этом видео вскользко снемся египетских, хетских, кельских, мекенских, персидских и эллинистических колесниц. Обратим внимание, что боевые повозки имеют разные габариты и конструкции. Это вызвано тактикой их применения. Часто мы слышим про высокую эффективность колесниц в бою. Давайте попробуем разобраться, на что опиралась эта эффективность. Первое. Психологический эффект. Представьте себе, что вы стоите в поле, а на вас летит на всем скаку повозка, запряженная конями. Сдущие в бой колесницы поднимают пыль. Вы слышите топот копыт и грохот самих повозок. Это давит на вашу психику. При этом вы видите, что к вам приближается довольно крупный объект на большой скорости, который вот-вот прямо сейчас вас раздавит. При этом из этой повозки вылетают стрелы или дротики, которые легко могут убить именно вас. И рядом уже кто-то неистов вопит, получив ранение. Очень сложно в такой ситуации сохранить выдержку и стоять на месте и готовиться отразить наскок врага. Особенно страшно ожидать приближения колесницы, запряженной четверкой коней, то еще и с косами на осях повозки. Глядя на это ужасающее оружие, человек четко понимает, что увернуться от удара, отпрыгнув вбок в последний момент, не получится. Нетренированное ополчение только от вида приближающихся колесниц может обратиться в бегство. Некоторые народы усиливали психологический эффект от колесниц, делая коней более пугающими, а сами повозки устрашающими. Например, это серпоносная персидская колесница 4 века до нашей эры. Блестящие серпы пугали людей, так как они понимали, что при столкновении с ними тебя не спасут никакие доспехи. Колесницы подобного типа очень эффективны против кавалерии врага, а это эллинистическая колесница. Обратите внимание на главные уборы коней, сделанных из бронзы и перьев, на устрашающие копья и серпы. Второе. Скорость перемещения в бою. Даже самые простые колесницы имели более высокую скорость, черный бег человека. Это делало их пригодными для маневров на поле боя и для преследования бегущего врага, что также важно, так как это закрепляло успех сражения и не давало разбитому противнику собрать силы для продолжения сопротивления. Все мы знаем, что основные потери проигравшую битву сторона несет при бегстве войска с поля боя. А вот наличие колесниц у победителя, пущенных в погоню, делают эти потери просто огромными. Третье. Колесницы усиливали эффективность применяемого оружия, такого как копья, стрелы и дротики. Про это мы поговорим в фильме поподробнее, но ближе к концу повествования, так что смотрите фильм до конца. Два типа колесниц. Первое. Колесницы как транспортное средство. Древние мекенцы времен Траинской войны не ходили на колесницах на таранный ближний бой. Они использовали их для доставки на место боя тяжелой пехоты и знатных воинов. Так же часто делали и кельты. Казалось бы, это иррациональное использование колесниц, ведь они могли бы таранить боевые построения врага и преследовать его. Но в жизни не все так просто. Если противник уже знаком с колесницами, то он научился с ними сражаться. Пробить строй пехоты на колеснице практически невозможно, если та не запаникует и не побежит. По этой причине часто было выгодно подъехать в нужную точку поля боя, спешиться, сформировать боевое построение и идти в бой пешком. При этом воины, прибывающие на битве на колесницах, меньше устают, чем если бы они шли своими ногами несколько километров до места непосредственной битвы. Зачастую на этих бойцах надеты доспехи, которые утомляют на марше даже тренированных людей. К тому же, это элитный отряд может заехать к врагу в тыл или фланг, что создаст серьезные проблемы и может привести к разгрому противника. При этом в случае победы и бегства врага бойцы быстро добегали до своих колесниц и на них уже преследовали бегущих. Либо возницы подъезжали на колесницах за своими элитными бойцами, подбирали их и действовали в зависимости от обстановки. Либо гнались за врагом, либо отступали в случае поражения. Второе. Колесницы ближнего боя. На таких колесницах воины стремились войти с противником в ближний бой. Возница правил колесницей, а копейщик пытался поразить врага длинным копьем. В давляющем большинстве случаев кони остановятся перед плотно стоящим строем пехоты. Колесницы могут уничтожать пехоту, которая драпает, потеряв строй. Тогда образуются промежутки между бегущими людьми, в которые могут пройти кони. А колесничий может нанести разящий удар в спину бегущим. Та же ситуация и против легкой пехоты. Стрелков, рассыпанных по полю боя, не имеющих плотного построения. Поэтому наличие колесниц у противника заставляло легкую пехоту держаться поближе к своей тяжелой пехоте. Это значительно уменьшало эффект от ее применения. Все это можно видеть на примере мекенских колесниц периода до 1300 года до нашей эры, то есть за полвека до Троянской войны. Копейщик стоял жестко в колеснице и мог инерцию по воске вложить в силу удара. Обращу внимание, что в кавалерии античности, которая появилась позже, не было стремян. И нанести копьем такой же по пробивной мощи удар, как с колесницы, было невозможно. Было такого метода боя и минус. Копье после первого же удара либо ломалось, либо застревало в пораженном враге. Можно предположить, что помимо копья в колеснице были еще и дротики. Но найти подобное изображение на древних барельефах и фресках мы не смогли. Вполне может быть, что копейщик после поломки копья вынимал меч из ножен и пытался поражать врагов уже им. Но это скорее оружие ближнего боя. Основная сила колесницы таранного типа была в том, что она давила врагов, а не поражала оружием ее экипажа. То есть оружие экипажа – это вспомогательное средство поражения врага, а главное – это копыта коней и сама повозка. Таранные колесницы было эффективно применять против конницы. Третье – стрелковые колесницы. Тут надо разделить колесницы на два моттипа. Первый – это колесницы, использующие дротики. Второй – это колесницы с лучниками. Колесницы, использующие дротики, были у кельтов. Они подлетали к боевым порядкам врага и закидывали их дротиками, а потом отходили в сторону. Колесницы с лучниками работали по такому же принципу, но на больших дистанциях. Вопрос заключается в том, как они подходили к врагу. Один из вариантов – это когда колесницы приближались к врагу и строились в кольцо. Двигаясь в этом кольце слева направо, то есть по часовой стрелке, они приближались на дистанцию эффективного метания дротика и ввели обстрел противника. Если речь идет про лучников, то на дистанцию эффективной стрельбы лучника. Обычно это от 60 до 120 метров. После этого они отходили в тыл и могли снова, проскакав по кругу, обстреливать врага. Минусом такой тактики было то, что приходилось двигаться по кругу и из-за этого падала скорость колесниц. При этом приходилось стрелять не перед собой, а под разными углами к движению колесницы. Колесницы могли атаковать и по-другому. Шли в атаку по прямой траектории, обстреливали противника и в метрах в 30 и 40 останавливались и поворачивали вправо. Развернувшись спиной, к противнику отступали. По крайней мере, такую тактику применяли монгольские конные лучники. Может быть, что и колесницы сражались так же. Такой способ позволяет максимально эффективно применять стрелковое оружие. Сейчас поясню, почему. Теперь мы вернемся к эффекту усиления мощности оружия, которое давали колесницы. Скорость колесниц, запряженной конями, была в пределах 35-45 км в час. Возьмем среднюю в 40 км в час. Для наших расчетов переведем эту скорость в метры в секунду и получим, что колесница проезжала 10 метров в секунду. Примерные расчеты начальной скорости полета дротика, брошенного человеком, равны 10 метрам в секунду. Если боец метнет дротик с движущейся колесницы в том же направлении, куда она движется, то к скорости дротика прибавляется и скорость самой колесницы. То есть, получается, величина около 20 метров в секунду. Физики, конечно, могут нас поправить и сказать, что формула более сложная, чем простое сложение скоростей. Но все же показатель будет почти таким же. То есть, дальность полета дротика возрастает почти в два раза примерно до 50-60 метров. Кстати, при метании дротиков порой применяли еще и веревочные петли, что повышало дистанцию стрельбы. Но это уже отдельная история. Соответственно, и импульс, получаемый дротиком, возрастает также значительно. Отсюда и пробивная ее способность вырастет. Ну, не в два раза, конечно, так как на это влияют многие факторы, но явно будет больше обычного броска рукой. А мы знаем, что даже обычно дротик пеших застрельщиков мог пробивать щиты. Видимо, дротик, брошенный с колесницы, со значительно большей вероятностью пробивал щиты и поражал противника в незащищенной броней части тела. Судя по всему, убойность таких дротиков компенсировала меньшую плотность стрелков, стоящих на колеснице, относительно пеших вражеских застрельщиков. Ситуация со стрелами немного отличается. У простых луков начальная скорость полета стрелы 40 метров в секунду, а у сложносоставных 60 метров в секунду. Если лучник запустил стрелу с колесницы по ходу движения, то можно неплохо увеличить пробивную способность стрелы. И опять же, если стрелять с колесницы перпендикулярно к движению или под углом, то эффект будет пропадать и снизятся баллистические характеристики стрелы. Если нас смотрят физики, то вы сможете даже просчитать, насколько серьезно будет это воздействие. Так что, древние не зря боялись и уважали такой род, как колесницы. Разные народы по-разному применяли колесницы. Одни предпочитали стрелковый бой, другие лобовую атаку кто-то использовал их как транспортное средство для доставки воинов на место боя. Могли быть и комбинации в одной армии разных родов колесниц, как потом комбинировали тяжелую и легкую конницу. Бронзовый век это эпоха колесниц. Колесницы были очень сложны в производстве и дороги. Когда появились более крупные и выносливые породы лошадей, позволяющие нести на себе всадника, то они вытеснили колесницы с полей сражений. Но это произошло не мгновенно. Колесницы и кавалерия долгое время сосуществовали параллельно. Баргейм Рус. Пока готовится новое видео на нашем канале вы можете посмотреть два наших старых фильма про Минотавра. Окунетесь в эпоху Древней Греции Бронзового века. Поверяю, будет очень много интересной и полезной информации. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не потеряться на просторах интернета. Также отдельная благодарность спонсорам, благодаря которым выходят новые и новые фильмы. Сейчас на нашем канале готовится новый фильм про самоходку деревних римлян. Не пропустите его! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok